добрый день с вами трескели и а мы выходим поболтать поболтать ничего особенного вот в плане каких-то там великих событий вот но мы сегодня обложились обложились практически начнем из того что на вас надета но это вот только-только только с рук практику с жару с пылу жару это наш дизайн студия уже сработала тут может быть остались какие-то небольшие нюансы которые в общем-то возложили на меня пальто вот поэзия во всей и красе я не пойду туда по подиуму чуть ниже колена и вот такими блоками на связано черный серый фиолет фиолетовый и розновый холодно греемся мы все греемся можно кстати наверное его и с поясом носить и но мне сейчас прям хорошо сейчас пытаюсь его понять вот но то что в нем комфортно это совершенно точно так что вот такая вот поэзия получилась у нас надеемся что заберемся сделаем новый фэшн бокс не знаю нужны нужны ли тут застежки кнопки пуговицы ничего не нужно все так хорошо вообще вот здесь планировался какой-нибудь декор такой возможно что фиолетовый жук ну жук или бабочка или бабочка не знаю надо выбрать что-нибудь вообще как бы пальто тоже связано вот поэтому весь скорей но все равно какая-то идея должна быть на этой части и мне почему-то кажется что вот надо все-таки продублировать фиолет здесь все-таки чтобы он был не хватает чуть-чуть уравновесить почему-то хочется карман машину что думаешь да карман это от ольги от ольги предложение перышки на перышки нет ни перышки нет а вот как бы что-то что-то сюда просится хотите начнем с вопросов откуда вы черпаетесь только идей вы супер ну вот идеи как раз кстати о них и можно было сегодня поговорить потому что идеи наверное они в принципе все не знаю вокруг нас все они витают воздухе иногда как бы вещи которые вообще никак не связаны с вязанием тебя наталкивают на какие-то мысли на какие-то идеи не знаю часто просматриваю пинтерест люблю смотреть витрины магазинов просто обожаю это делать вот для меня вот как бы вечерняя прогулка особенно если как бы вот в европе вечерняя прогулка по улицам заглядыванием в витрины это прям вот самое самое такое вот чудесное времяпрепровождение и вот именно там в окнах в окнах как раз и вдохновение и ну конечно сейчас просто очень много картинок в интернете и много этой информации если раньше я европы везла вот такие огромные талмуд и да вот эти вот толстые каталоги и вот а сейчас конечно это все в интернете отследить как бы и тенденцию и вообще какие-то вещи появляющиеся на подиумах вот их ну проще всего до полистав показы и так далее вот но а я люблю возвращаться туда вот как бы старые старые картинки поэтому в общем-то не избавляюсь от своих вот этих каталогов с фотографиями потому что они все равно все возвращается все циклично и как бы иногда как бы идея когда-то там тебя вдохновившая много лет назад но не который не приобрела никакого не знаю там материального воплощения вот то вот она как бы возвращается и ты вспоминая о ней начинаешь что-нибудь вытворять кстати смотри какие карманы классные верх ногами либо мне нужно для передисло давай я буду я буду вот так а мы будем вот а вы будете вот так называют вот такой вот лукинг на витрины безопасный шоппинг безопасный шоппинг да но еще как-то интересно лукинг или зыринг зыринг да вот они лоты да это прям лоты это лоты любой зимний лот бери и вяжи да и летний тоже перья перья кстати перья это на что кто это вот смотри это zara если быть честными до конца ничего и кардинально нового не появляется в мире трикотажа по моим ощущения переливается и перетекает вот из нашего джетя и можно такой связать нежно элегантно интеллигентно это прям джетя и вспушенный кашемир на шелке а вот этот поэзия да на только чуть-чуть приукрашена махерчиком поэтками и махерчиком вот она пожалуйста меха меха но мне больше нравится чем старше картинка тем она как-то больше меня радует тем круче линии тогда там линии круче наса можно я верну из льна сарафан такой сверху до длинного левого до приходила вот красный да да такой сарафан на платье дублер и прям и в первом мир зонгоры зеброй зонго зеброй зонгоры но вот опять это все вернулось то есть вот эти звериные до пятна образные принты они вот сейчас опять очень актуальны анималистичные все вот она моя гадзби красный водолазка бенгали вот платье хорошенько вот-вот-вот да кстати тоже платье жилеты и в общем то тоже очень удобно хочешь с брюками на себе с рубахой на поверх платья также можно одеть ну с кем за вообще сложно поспорить кто бы спорил вот еще вот вариант более прямой силуэт штанишки кстати штанишки короткие да вот с высокими сапожками вязаные штанишки мы кстати это вот эту тему не просматривали вообще тоже удобная вещь сапожки резиновые то есть но у нее резиновые но не обязательно же с резиновыми до штанишки как то вы хотите мне нравится со свитарком хорошо это как-то но это вообще как бы классика до ромбы ромбы надо надо нам повязать ромбы наверное надо бы полоска прекрасно сейчас открою что-то метод закладочки есть что-то видимо я там себе отмечала побольше все тут посмотрю что у меня тут было заложено а заложено это цвета это анечка это те цвета на клетку которые были бы сейчас классно до джемпер да на твой джемпер клетчатый вот такие сочетания от фиолетово-оранжевый или вот фиолетово такой бирюзовый очень красиво так что вот надо бояться здесь мне похоже понравился вот этот кардиган вот этот кардиган та же клетка тут у меня есть что-то она здесь пожалуй наверное какие-нибудь ромбы полоски все в общем то актуально и по сей день что лишний раз подтверждает что так мы тоже даром сделать трикотажные вещи она как бы вне времени да особенно если она такая вот ну классичная да а это по сути это классичная вещь несмотря на то что у нее такая в общем то красивая немного такая драматичная аппликация но в общем тоже хорошо вот пожалуйста клетка берите или жить а здесь мне тоже нравится сочетание такого звонкого яркого алого цвета алого бирюзы сливовый и спокойный какой-то серо-бежевый и вот это вот такая вот полоска равномерная очень эффектно смотрится очень стильно смотрится именно вот в своем сочетании как бы бирюзовый алый даже ну вот как бы 10 коллекция в этих оттенках классно классно выглядит бивен там дизайнер такое предлагала посмотрим когда она это предлагала ну вот я не знаю для любителей крючка мне кажется я спокойно можно это все одеть вот вот такую я берегу у себя в закладках такой гербарий да гербарий и сад ну и адуваны адуваны люрексовые адуваны были бы вообще замечательно они еще с стеклярусом я вижу там гусины какие-то расшиты прям мощно гипертрофирован так все жирно богато красиво ну кстати девочки которые у меня сейчас вот на азбуке занимаются они могут что-нибудь подобное воплотить вот нижней части свитера джемпера здорово будет будет здорово можно нарисовать схемку и распределить вот эти цветы и они уже точно выстраивают у меня там уже ветви листья и лепестки и бутоны уж в конце концов вот такой желтый цветок связать мы точно можем так а тут вот это мне понравилось и мне понравилось и сочетание и и в принципе как бы сама идея может быть не надо так тяжело делать может быть хотя почему нет здесь шнуры и как рубан да ну только джейсон в у рубан по моему у кого был у кого он был изобрет маран ангора вот прям наша ангора пушистая такая богатая красивая жилет вот сейчас эти хорошо ангорный жилет ангорный жилет на синий хочу и даже вечером летом накинуть его поверх какого-то шулькового платья или платья сорочки будет очень хорошо поэтому ангоровый ангору вот как бы можно прямо сейчас брать и вязать вот такая скромная очень такая элегантная тоже идея жилеточки поверх блузки на вот чтобы немножко акцентировать там какие-то оттенки в полоске в клетке рубашки блузки такую майку связать было бы хорошо здесь ладно я знаете что я хочу показать андрею все-таки его посмотрим кого диора да какие счастливые обладатели какого чудесного издания история диор по моему промежуток да там какой-то десятилетий нет да и сорок седьмой в этом талмуте я не знаю они я посмотрю ли это все поднимать и или поле по странице листать потому что тут дать хотя бы несколько просто посмотрим на и силу приподнять до чтобы не бликовала а то черная книга весит килограмм шесть наверно не меньше например такая огромная за вот этой обложкой скрывается правильная книга чудесно так тоже нет да так хорошо хочется спросить как вы делали эту талию вообще женщины женщины да как вообще это было потому что наверное они все таки как раз тогда еще на 7 вернее как это потомки корсетных историй это мы сейчас немножко расслабились а тогда-то в общем-то утягивались все ну я как бы не пролистали практически ее всю но даже на первых страницах мы сошлись а нет это рита хейвард красотка что в общем то каждый из нас могла бы сейчас просто одеть это и отправиться на бокал другое шампанского какие-нибудь званные названный ужин какой костюм обалдеть вы понимаете напомню если вдруг вы не услышали это промежуток сорок седьмого по пятьдесят седьмой год просто чтобы вы понимали уровень вообще мастерства это же вручную ткань сделан ну то есть я понимаю что ткацкий станок но это сделано ручками то есть это же не промышленное производство этой ткани баллада скорее все это промышленное производство сорок седьмом году я не знаю мне кажется что это привод ручками ручками они на ткацком станочке делали 47 57 вот конечно это машина это все машины это жаккардовое переплетение это вот этот жаккард чистом виде и тогда эти машины были совершенно точно да можно очень даже ничего не можно даже ничего не говорить просто смотреть там подъемничек и сеточки как снято круто до черная на черная черная на черном только лишь вот шейка манекена подсвечена мне кажется это наряд для первой леди не меньше рыженький мех вот пожалуйста с каракульчой манжеты все манжеты манжеты карман такие вот отлетные там в карманах портсигар мне кажется много курили вот она а вот она лапочка гусиная лапочка я понимаю до нас все уже придумали все уже придумано до нас мы только лишь вычленяем да или выдергиваем что-то из того что уже было когда-то гениальным красиво драпировками весна-лето сорок восьмого года зигзаг лайн коллекции присутствовал сорок восьмого года пойду карманы кстати да отлетные карманы не отлетные а такие объемные карманы которые как бы отстают от полотна они такие хорошо видные заметные объемные несмотря на то что силуэт очень элегантный да вот основной силуэт вот такие послевоенные годы которые люди наверное не могли насытиться вообще мир мир мирным небом и возможностью смотреть носить создавать создавать да абсолютно драпировки просто невероятно да да это наверное ручками вышито это ручками безусловно это ручки еще драгоценности и в общем-то и нити возможно тут драгоценные золотые канительки вполне себе да вот со мной вот да он же да плохо вижу у меня тут с моей стороны еще один раз но это не он только там внизу ты можешь разглядеть она огромная просто эта книга огромная я не знаю это больше часа наверное если мы пролистаем ее все с вами вот вы там уж это если вам грустно хотите просто поболтать вы нам там пишите потому что мы смотрим ее вместе с вами первый раз вот я точно вручную вышит как козяблики витушечки кудриночки какой-то спорт такой типа ну она с капюшоном такой спорт шик пожалуйста вот это вот перед это спинка потому что я так не разгляделась у меня вот как раз свет сейчас падает прям спорт спорт вот еще один вариант вот карман эти вообще карманы прям класс ну вот и скажите разве же это не вдохновение пуговица просто одна пуговица пуговица одна хорошая пуговица может все аксессуары решают все так что-то не пойму я как-то тут очень интересно что-то тут висит как будто какой-то полужилет недожилет надеть недожилет да а рукавешки вот здесь рукавешки вот здесь вот рукавешки а это вот как будто внизу как будто бы короткий какой-то жалет в начале как-то мне все больше нравилось больше чем вышивка нет чем сейчас такие уже пошли вещи как-то поскромнее почепорнее ну вот сама скромность да вообще пальто на олене связано из пряжи поэзии это родина ярдость мы сейчас ее достанем обязательно покажем вам по расходу тоже наверное сможем по расходу чуть позже схожу потому что набиралась по по 6 мотков каждого цвета вот и уже как бы вязалась как вязалась поэтому остатки сейчас посмотрим здесь 4 цвета 4 цвета и для начала вот грубо говоря брали вот порядка 18 мотков а дальше уж надо посмотреть там осталось чего-то где-то как-то ну прям павлиниха был и павлин если кто-то собирается замуж можно взять вот в качестве идеи да да или так или так да но это если уже второй раз замуж тут уже с налетом видите опыта с налетом опыта вот кто-то уже тут кто это выступил кто там модель тео грехом 49 год так про пряжи султан скажите это пряжа подходит для какого времени года если вы говорите о султана которая родина ярн она в принципе подходит для любого времени года но это будет явно нелегкая вещь потому что там шерсть и лен шерсть зеленый шелк если там шелка немножко да по-моему тоже есть да в принципе это и другая султана султана от рованы султана от родины ярнс они все все-таки в сторону прохладного времени года это конечно же не лето это все все с шерстью с кашемиром с шелком ну или верхняя одежда на прохладное лето либо верхняя одежда вот так вот тоже можно замуж ой вот так я пошла хорошо ты пошла тебя пошло бы так надо юре намекнуть что можно было бы еще раз очень красиво очень красиво очень красиво очень и вот так тоже очень красиво и вот так тоже но я такой не надел так хочу связать а посмотри клетку была бы на фотографии сидя как цветок лотоса какие-то ракушки ракушки есть там вопросы да несколько вопросов сейчас мы пойдем по ним если устали уже от диора давайте это смотрите вы напишите просто если от диора устали вопрос такой хочу связать клетку по описанию но размер 50-52 вяжите вам нужно будет просто увеличить линию реглана адекватно увеличить ее и добавить может быть полосы даже посмотрите там шаг неравномерный у полосок реглан сверху поэтому вообще не переживайте за увеличение чуть ли не линию реглан добавляете полосы соответственно количество как бы клеточек вот и все все не сложно сама униформа ой 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 видите ваша юбка пляссированная только без принта а она не пляссированная там же рисунок там рисунок и ощущение что пляссировка поэтому я хочу заложить там как бы складки такие разные чтобы была там крупная мелкая там несколько мелких одна крупная то есть вот по кругу заложить эти складки и вот этот вот топ который будет с полосками из малбери поперечными я очень надеюсь что там в цвет попадет вам придется идти гулять показывать пальто во всей красе да уже надо ой я думала что меня сия чаша минует сегодня нет нет никак нет ну давайте я пройдусь чуть-чуть мы закроем мы закроем наверное да закроем Диора давайте с Диором все замечательно и дым веще там реально можем мы современным ДНР там пройтись вот здесь кстати вот в этих вот в этих жирных каталогах тоже классные есть идеи я их прям люблю и вот иногда сшитая идея она вот как раз и наталкивает на чего-нибудь интересное они у нас раньше лежали в магазине а мы их оставляли здесь у нас покупатели у кого времени побольше садились листали но вот все меньше и меньше места далеко не ходить туда а я ее только что продавала очень понравилось товар надо беречь девочки пальто понравилось ну вот здесь рисик путанка да здесь как какие-то коски вот здесь ромбички наверно не сильно видно видно только видно видно хорошо хорошо видно ромбички гладенько вот здесь тоже ромбички классная по весу классная вообще вот как бы по удобству очень хорошо удобно в нем то есть она прям одевается я подвернула рукавом у меня немножко длинноват я как-то люблю больше это чтобы запястье было не перекрыто можно что-нибудь еще накрутить здесь сверху при желании ну не сейчас сейчас у тебя под рукой ничего нет ну наверное не очень будет он согретый тепленькой побольше слоев тоже хорошо да с цветами конечно не очень понятно что этот шарф по цвету не подходит я как раз вот по тому что хорошо если наверху будет еще что-то такое однотонное гладкое может быть даже просто тканый какой-то широкий шарф да вот накрученный может быть там повторяющие какие-то оттенки там из пальто или с обуви там или аксессуара какого-то а лучше кашемировая палантина да из тонкого из тонкого кашемира плотно-плотно связанные на машинке хороший качественный кстати заказы мы принимаем на тонкие кашемировые палантины вот так что если захотите пишите в директ сориентирован по цене вот широкий такие вот у тебя не с собой сегодня синенький у нас с собой да он не такой тепленький как махеровый но потому что он не был на организме одет сейчас да потому что она его вытащила из рукавчика вот ну это мой по-моему третий палантин да первый у меня бордовый второй цвета пыльного лета восемьдесят девятого это вот как раз из-за кашемира нашего на маленьких бобинках которые по 220-200 грамм вот этот видовый синий конечно он уже разлетелся но у нас есть еще и молочный серый и серый с крапушками вот так что тоненький нежный очень качественный хороший а не помнишь сколько по весу у тебя ушло здесь 220 по-моему 220 была бобинка и почти ничего не осталось да там нет осталось 200 и 240 была бобинка а 240 была по-моему да ну в общем я как раз к тому что хорошо бы накрутить что-то сверху вот и тогда прямо можно сесть пожалуйста давайте я когда кутаю коленки мне потеплее кутаю коленки так ну что вопрос почитаем а то я на вас смотрю она на вопрос не смотрю про пряжу султан расскажите пожалуйста давайте я расскажу про султану только надо понять про какую ну вот про я так полагаю про про родину ярм все-таки потому что про султану отрован уже уже все все уже обсудили все прибрала пальто можно связать из пряжи поэзия гузель пишет что карман необходим вот как раз мы и обсуждали да вот в этой части что нам что-то надо посоветуйте хорошую пряжу букле писку от катя лучше лучше на сегодняшний день такая средняя букле средняя не толстая не тонкая вернее она такая как бы она не тонкая но в то же время очень экономичная какая на ваш взгляд самая безумная пряжа безумная да безумная в хорошем смысле или в плохом но в хорошем я так думаю что в хорошем не знаю сейчас нас наверное нет безумия у нас наверное нет безумия у нас максимум есть драга лен а можно этого дракона попросить тебя моточек почему нет безумный безумные безумные с какой точки зрения ну да как бы ну что пряжи из целлофановых пакетов или из бутылок у катя очень пропагандирует кстати такой такой вид пряжи переработанные всякие пластиковые вот но у них коллекция есть такая пряжа но мы как-то опасаемся мы боимся ее мы хотим натюрель да мы хотим натюрель вот такое вот ну вы знаете я не могу сказать что она безумная она просто эффектная интересная пряжа причем это мне лена дала с желтым а вообще надо было что-нибудь прям покраснее пряжа у нее с каким-то ритмом вот такие вот кусты хвосты шерстяного топса и в полотне когда вяжешь и выправляешь этот хвост получается что у тебя как бы такие вот как перья горностаевые да больше даже наверное дракона его назвали драгой да правильно драга вот больше на дракона похоже кто-то их провязывает и тогда получается просто утолщение вот а кто-то прямо вот нарочито вытаскивает их на поверхность и они по серому фону вот такие вот висят вот они разные там есть желтые зеленые красные ну такая прикольная у меня кстати красные если я только не дотянусь наверное или дотянусь до нее просто она как-то более показательно желтый какой-то такой скромный но это все не так интересно как пальто которое на вас надет про писка я сказала писка хороший концепт катя хороший концепт катя это если хочется потоньше букле то загляните это японский бренд у них там тоже такой нежный изящный такой мелкими мелкими колечка на и букле из мохера тоже хорошая нить но джетей никто не отменял ну джетей кашемировый букле я просто достану пачку чтобы вот крупные и мелкие у меня как раз тут ряды вот такое кашемир с шелком чудесное букле помельче и вот такое букле покрупнее тоже кашемир с шелком очень красивая красивая пряжа красивое полотно вот так что можно найти букле у нас хотя вот буквально там может быть года два назад мы прям тосковали и скучали по буглированной пряжи да значит а что касается султана родины yarns то это я уже начала вязать из нее вот почему-то мне казалось что она чуть потолще но как бы чуть пообъемнее что ли я потому что взяла спицы номер 4 и в общем то я ошиблась нить не просто да они четверка меньше 375 вот 375 три с половиной для резинки то есть вот если бы я сейчас связал резинку три с половиной то что надо но если хочется такую чтобы она была стабильная чтобы она функционал свой выполнял вот если уже там речь идет о каких-то там ажурных да или там в косах джемперах и свитерах то в общем то можно и четверку вот но она я не могу сказать что она сильно раскрывается да вот после вот его как бы есть там тенденция к такому раскручиванию как бы нити но но раскручиванию смысле не раскручиванию да вот раз и раскрытию но невелика метраж большой очень экономичная вот на а как бы тактильно комфортно и если даже и присутствует здесь лен то вы его не почувствуете тонкие ворсинки они как раз только за меланж отвечают вот за этот меланжевый эффект такой какой-то вот даже особый вот этот меланж он как будто вот пряжа поблескивает немножко переливами какими-то некоторые оттенки время такое ощущение что то они прямо атласные вот форма держит хорошо хорошо держит форму несмотря на то что вот мой первый кусочек был связан на четверки но он она не растягивается то есть вот как бы есть некая пружинка в нити а так но поподробнее по составу 58 мире носовой шерсти 30 процентов шелка и 12 процентов льна ровничная крутка или он как раз здесь будет отвечать за стабильность и за форму петельки поэтому в принципе ажуры те кто любит аксессуары ажурные шарфы шарфы которые будут связаны какой-нибудь красивой резинкой даже на толстых спицах кстати здесь жемчужная английская резинка вот в этой нити будет просто супер и на толстых спицах можно не позволить они прям будет крупным кругленькими петельками укладываться но а пока еще ничего не успели мы связать потому что мы ее как бы получили вот только-только и эта коллекция только лишь будущего сезона до следующей нашей зимы цвета все замечательные прекрасно комбинируется между собой не очень я очень довольна как ее покрасили вот так что попали по практически в те цвета во все те цвета в какие хотелось смотрите сколько да если даже и серый то он с бирюзинкой он гармоничен там со светлой бирюзой к нему же там яички пасхальные да 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 причем такие прям хорошо покрашенные перламутровой красочкой красивый цвета все можно между жаккард можно круто связать да да жаккард будет очень красивый такой на полутонах тоже очень красиво неравномерные полосы жаккард да и толщина кстати для жаккарда здесь очень подходящие 150 метров комфортная ловкая и он будет как-то хорошо заполнять между собой отверстие и мягкие протяжки если даже как бы вяжите жаккард протяжками они будут мягкие не будут как бы полотно жестким жестким и плотным но не знаю может быть еще что-то я могла бы рассказать но пока не могу потому что еще ни одного изделия у нас не появилась мы только стремимся пока продумываем вот но как только появится еще к еще какие-нибудь эпитеты отношения пряжи султана мы обязательно вам их озвучим вот а пока только наслаждение цветом фактуры и составом кто погреется еле ты греть мне уже сколько всего хороший забыли про него вот самое то чтобы греться вот согреваться 8 мотков здесь а здесь 8 мотков 8 основного цвета это тот кролик который выведен выведен специально я как-то рассказывала про них да когда путем свадеб свадеб и женитьбы альбиноса да вот этого ангорского кролика белого который как бы изначально до является поставщиком этого нежного длинноворстного вот этого вот длинноворстной вот этой нити его как бы женят вот с цветным кроликом да там оттенка кэмэл серый черный вот и вот как раз путем селекции до спустя несколько поколений появляется пушистый кролик оттенка кэмэл или пушистый кролик какого-нибудь оттенка вот такого вот потому что здесь вот есть прям цвет который вроде как кажется серенькие когда свет под особым углом падает то ты там найдешь и ворсинки серо-голубого и ворсинки такой бежеватого с черными кончиками вот видно они тут мир не видно бежеватый с черными кончиками то есть вот наверное экран не передает а вот есть попадаются вот именно такие ворсинки как вот знаете как меху енотика да там рыженькое начало и черный черный кончик вот здесь вот в этом вот как раз я забыла он нюаж называется по моему горение по горение горение это горение да вот и вот как раз у него такой вот эффект прям вот меховое полотно и я все время говорю что мы его не стирали мы вот только как бы связали и он еще не стиранный то есть вот он живет у нас здесь вот как бы этот пух ожил вот вот тут прям хорошо их видно не знаю своей стороны наверное не видно да вот здесь мне было видно хорошо я не знаю насколько качество связи позволяет всем увидеть эти нюансы ну да я через отлично волос волос имеет вот как раз такой вот темный кончик и вот за счет этого еще больший объем вот этому полотну придается классная пряжа почему ничего не летит потому что я тоже про это рассказывала потому что длинный длинный волос у этих кроликов очень длинный волос и это позволяет как бы особому хорошие сцепки этих вот как бы волокон этого пуха и плюс еще французы кроликов не стригут они их ощипывают поэтому волос который снимается с кролика он такой обоюдо тонкий с двух сторон и как бы поэтому он хорошо воспринимается в нить вот так что вот чем больше а этот шарф будет там трогаться меряться носиться тем эффектнее пушистее качественнее вернее объем не будет его пух и мех вот ты будешь греться на так я сейчас одну руку в него заверну про gti сколько нужно на 42 размер и я параллельно отвечу на елене пальто из пряжи поэзия вот она такая поэзия мы сейчас про нее обязательно расскажем побольше не фокусируется вот она по gti был вопрос да по 42 размеру сколько понадобится из буклированного кашемира так их два до flight это тот что потоньше и соответственно по длине и 25 грамм 75 метров значит 40 42 до 42 размер а ну джемпер да если речь идет о джемпере и как бы это не прям овер а просто джемпер ну конечно это зависит от плотности ориентируемся на 9 мотков до 10 11 это уже зависит от вашего роста от длины рукава от плотности вязания и так далее от 9 там до 12 мотков вот в этом диапазоне нужно именно flight так а вот фоли мы считали тогда да мы считали на средний размер у нас там получалось порядка 16 мотков вот но штук 14 14 да вот начинать надо от 14 потому что здесь 35 метров 25 грамм но он конечно он космический он космический можно позволить спицы по потолще не знаю на шестерке его спокойно можно вязать мне кажется очень красиво очень красивая вот букле букле которая а вот кашемир и вот вторая ниточка которая вот создает вот этот вот рельеф вот эту кудрю кудрю вот это вот это как раз вот шелк не просто перемешали сырье топс кашемира и стоп сам шелковым а вот как бы шелк спрядиной причем он меланжевый соединенный там несколько оттенков и за счет этого очень красивая игра там совершенно замечательные есть оттенки которые на контрасте на цвета все натуральные их нет цветных вот но вот то что кашемир светлый а там черная нить шелка черная бежевая коричневая как он красиво у меня он есть еще пока его не связал так сколько нужно султаны на 46 48 на 46 48 ну не 8 мотков возьмите я думаю что в общем то это то есть чего можно начать ну да 150 метров 8 а дальше тоже от сложности от плотности после рисунок до добавляем моток да если у вас рост там больше чем метр шестьдесят пять добавляем моток добавляем моток если на ваш больше чем 165 есть косы да вы хотите поплотнее ли вообще вы вяжете как бы на машине то есть вот секунду как бы добавлять один два матка в зависимости от того насколько емкое ваше изделие а что касается букле и крючок здесь очень важно правильно подобрать номер крючка буклированную нить если предположим вы можете там ее вязать я так примеру на спицах номер пять то не всегда крючок номер пять для букле подойдет вот поэтому здесь просто надо подобрать правильный крючок правильную плотность и качество крючка тоже имеет значение круглая круглая головка да не сильно заточенный вот этот вот носик чтобы букле не цеплялась но в принципе то же самое можно говорить и про спицы букле неудобно вязать на острых спицах да вот ну к примеру там чау-гоу для букле не годится максимум что вы можете себе позволить ну предположим там зинк лучший металл для букле лучше металл зинк а вообще идеально тупоносые оди вот те первые оди которые были вот именно не серии скользкий они скользкие но для букле они идеальные букле прям на них как по массу идет скажем ангуру абсолют абсолют да я вот как бы могу со стопроцентной гарантии вам заявить что это тоже ангора тот же производитель тот же фермер вот мы отказались от коробок она нас тоже предполагался изначально она была в коробочках у нас вот мы сейчас коробочку как бы ударим по требованию на коробочку с бантиком там серебряная или золотая точно такая же как бы этот паспорт но сейчас мы все-таки переходим вот на такие этикетки что еще у нас у нас как бы в коллекции этой ангуры загляните в раздел родины yarns пряжа родины yarns у нас чуть больше ассортимент по цвету вот у нас есть прекрасные три меланжевых оттенка даже наверное не 3 а 4 там где и крюк мл и крюк антрацит антрацит и крюк и еще какой-то уже забыла вот эти меланжи они как раз классно вот если сейчас я не удастся украстью они с коленами покажу как ложится меланж неаккуратно до поступила посмотрите вот меланж вот так он выглядит и кстати на этот шарф у нас есть набор подбор что решит очень пока да ну уж извините там 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 вот теперь я не пойму и у нас вот вы говорят что здесь должен быть цветок ваш приклад либо цветок либо карман однозначно вот это абсолютно вот это вот это но даже если они вдруг подменились то разница никто не заметит это точно руку погрею кстати фуксии поедки а фуксии поедки мультикалор который на молоке не уверена не уверена потому что мы с вами смотрите что подбирали мы подбирали а может быть и не надо может быть и не надо поедки фуксии может быть просто подобрать какие-нибудь красивые бусины или бисер и как раз вот в момент обработки горловины и вот этот наборный край несколько рядов связать так чтобы туда на ней нанизать какую-нибудь красивую рубку вот то есть на взять на нить как бы основу и прям вот навешать эти бусины кстати бисер умеете нанизывать в процессе вязания у меня нету а понимание чтобы мы в отделку кроме знаете чего кроме красивого люрек салан люрекс точно ландо ламы люрих люрик сейчас везде смотрите ланг ламы в качестве отделки вот идеально да и даже вот и смотрите полинезии все это очень красиво если вам хочется оттенка фуксии вот если вы все-таки а возьмете versalis то сюда можно серебряную пайетку добавить потому что есть как бы серебро вот и как бы пойти вот таким но это прям так нарядно так нарядно по летнему это отпускному я бы даже сказала прям вложить можно его в versalis но чтобы фон остался вот этот вот розовый да и вот эта серебряная пайетка будет гармонично смотреться если вы возьмете versalis если же вы возьмете все-таки полинезию очень красиво по цвету подойдет ланг ламы цвет 265 цвет можно тоже вложить его в полинезию можно связать его просто соло в отделках горловине держите его только не по плотнее потому что такой вот шнурок люрексовый он такой в общем-то не очень стабильной старайтесь его по плотнее вязать вот я еще очень хочу вам показать все таки вот эту историю с пайетками тканевыми поэтому я беру как бы вот надеюсь у меня получится два дня плодотворно провести в процессе творческом вот мне три вещи сейчас вот в процессе вот одна из них которая вот как раз вяжется и за ног и мы вот только вот вчера с они это обсуждали прям вот хочется ее потому что сейчас вот солнышко выглянет и вот одеть вот этот вот я не знаю там бомбер или кардиган из а ну-ка прям охота его прям хочется быстро быстро связать тем более что нитка объемная легкая можно в общем-то позволить себе там 67 спицей и по-хорошему если вот как бы этому уделить но достаточно внимания до иметь как бы вот полноценный день до на вязание ну как день хотя бы часов 6 в этот день а повязать то я так думаю что в общем-то за три за четыре дня можно сделать я понимаю это прям вот как бы стремлюсь хотя в общем-то обстоятельства складываться таким образом что мы выходим на работу дабы вам было комфортно дома вот и чтобы вы оставались вместе с нами приветствую но нового подписчика добро пожаловать в трескель и мы очень очень рады очень вам рады и надеемся что мы заинтересуем вас хоть чем-то вот у нас европейская пряжа у нас свой собственный бренд у нас свои модели на сайте трескель и вы найдете и наборы для вязания где а наши разработки и массу описаний нас огромное количество описаний которые разработаны в нашей дизайн-студии у нас очень качественный контент в плане создания вот именно модели дизайна креативных техник у нас вы можете научиться чему-то особенному потому что мы пропагандируем два вида таких новых как бы направления два новых направления вязания это соединение трикотажа с тканью и кружевом и вывязывание декоративных элементов авторская техника пух колор это вот как раз для того кто с нами не знаком пух колор это вывязывание декоративных элементов объемных очень похожих на вышивку вот так что а вверху в шапке профиля есть ссылка на мой личный аккаунт елена . родина где я выкладываю а вот именно как бы свои свои идеи свои какие-то там творения свои изыскания и так далее так что подпишитесь параллельно еще на мой аккаунт и можно подписаться еще на аккаунт нашего бренда родина yarns это пряжа которая делается специально для нас как бы я являюсь основателем этого бренда ну вот так краткая презентация для тех кто с нами впервые а теперь опускаемся на землю подбираем кружево к бежевой полинезии а что будете делать хочется по низу низ оружие тогда вообще не проблема бежевая полинезия скажите мне если это оттенок а шестьдесят второй мы надеемся что да вот потому что есть еще золотистый тогда скажите пожалуйста да или нет чтобы понимать вода да да смотрите кружево для полинезии широкое кружево необработанный край если вам нужен фестон просто срезаете вот этот фабричный край у вас получается фестон с ресничками шинтильи вот нижний край можно прям от него набрать петли вывязать как вот мы выравниваем край с этим рисунком и в общем-то вязать прям начать вязать немножко желтее желтее чем сам серо-бежевый оттенок полинезии вот можно и в общем-то и пришить это уже ваш выбор чуть-чуть желтее мне будет больше нравится конечно ты петушку добыть а вот тут наверно наклеечку даже лучше есть шинтильи решить морискотт cotton stone ой вот это смотрите как круто вообще даже моталка даже моталка притихла да вот это мне очень нравится и мне вашу оттенку вышивка практически ударяет вот этот вот немножко такой ну я грубо выражусь до хламоватый рисунок вот такой вот он витиеватый на кружеве на серый на серо-черной сетки вот и гармонично очень с полинезией у нас кстати на нашем канале youtube есть вариант как можно присоединить кружево по трикотажному полотну вот этот вариант и тогда вот так надо показать наверное да вот сделайте принц-крин но тельнуар грис и крюк вот можно я еще они даже не уходя далеко она тоже чуть розовее но в общем то если вы хотите сделать из-под пятницы субботу да вот где-то пони запустить из-под трикотажного полотна то тогда можно потому что она будет как бы ну а прозрачная и вот ну не важно какой цвет она будет гармонично саму по себе ну такой нюд 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 да но он не четко прям попадает не повторяет вот прям оттенок но они гармоничные и принципе неплохо должны спеть очень красиво все три варианта очень красивый мой фаворит вот еще вот этот вариант он розовее тоже но если это понизу то тоже возможно она широко она широко но можно попробовать его да не попробовать спину прямо из него сделать баба пойти прям стороны вязать и стороны даже пополам можно разрезать как да и вот там перед спинка пришить спина 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 так со фиолет со фиолет мол на 3 скелли это хроническая болезнь в хорошем смысле один раз заболел и это хроническая болезнь кто не умел вязать 3 скелли заставят своим соблазном мы просто мы сами тоже болеем 401 лить из 3 скелли 401 селхайр полета спаетка здесь голографическая она очень хорошо в полотне будет читаться такими капельками как росиночками хороший цвет он больше нам даже в персик чем в розовый но не передаю такой мать раковина пленей за 62 ура мы правильно подбирали вчера спрашивал но кажется пропустила ответ если был будет ли продолжение онлайн попов color жуки готовы хочется дальше отлично если кто готов после жуков мы с вами будем вывязывать пчелу дайте вот мне прямо какое-то время я подготовлюсь и запустим еще один блок по челе то есть будем двигаться прям вот как положено по выстроенной мной схемой сейчас вот ждут у меня девушки еще азбуку так что вот буквально там концу недели мы соберем набор и запустим азбуку и следующая пчела так что готовьтесь я будем продолжать совершенно точно для тех кто к нам присоединился не так давно мы прошлом году а вязали у нас был такой совместный открытый проект по работе с кружевом да и по конструированию как бы ну как конструирование тут такое она в общем то мы создавали сами технический рисунок и мастер-класс потом потому как вообще внедрить кружево в трикотажное полотно как сделать это качественно аккуратно да вот так чтобы это все было очень изящно не грубо не пришивая а как бы кружева не используя как бы там швейную машину да и и иглу хотя в принципе игла здесь есть здесь можно как бы иглой можно крючком работать вот лейс топ 3 скелли называется этот проект и он загружен на наш канал youtube канал поэтому вот открытая информация дам подбор материала вот как бы разные варианты сочетаний кружева и пряжи и вот как бы в этом проекте вот было рождено много вот таких красивых топов отороченных внизу кружевом вот мы вязали все прям я не знаю вот то лето все вязали вот подобный топ комбинируясь уже мы подбирали прям по запросу подбирали а вот к этому кружеву вот эта пряжа соединяли у меня вариант как раз и то и то это две нити буретного шелка и нить кинжин вот в три сложения это какие-то незабываемые ощущения от процесса и от полотна самого очень приятно если вы ни разу не вязали японскую пряжу это не пробовали ее комбинировать соединяйте сочетать обязательно попробуйте вот даже вот на маленьком изделии каком-то маечка или топик вот ну и плюс еще если вас как бы радует кружева и да и вы как бы к ним относитесь лояльны и вы это любите то вот как раз идея создания вот такого топа будет для вас очень интересный привлекательно это аталана все пряжа аталана так тут кстати еще прекрасный вопрос от лены окиньшины по поводу кружева для бирюзовой полинезии очень красивый цвет лен проверяйте меня если это если это 76 если по низу не идеально но возможно потому что карт имеет тот же оттенок вот такой дизайн такой же который вот надо по низу обрезать да можно конечно его ввязать но мне почему-то кажется что его лучше по низу и кстати дизайн тоже красиво сочетается с полинезией вот и это вот это кружево вот анюта покажи а я еще посмотрю я еще посмотрю у научных сотрудников были библиотечные дни а у ваших девочек бывают вязальные дни даже ночью когда спин это ты вяжешь когда спишь это не спит вот туда не спит да у нас у нас по прежнему очень очень холодно и мне такое ощущение что сегодняшний и вчерашний день забирают силы с двойным каким-то двойной мощью именно из-за того что прохладно у нас ну и вот такой итальянской шантильи более тонкая прозрачная это как раз оторочить если по низу как бы у низу рукава изделия по низу рукава можно сделать можно связать топ из полинезии и сделать какой-то такой вот крылышко да на плечики вот из этого кружева на достаточно такой по ширине можно припосадить да и красиво собрать на окате на катеркова прям вот буквально там четыре матка полинезии перед спинка проймочка и вот мужикца пустить очень романтично шумит моталка собираются ваши заказы юлечка волшебница работа кипит все все предель это мы только сколько стоит полинезия только мы бездельничаем пряжа полинезия стоит 345 рублей так значит по азбуке смотрите в профиле елена . родина из 3 стиль я продублирую там и там мы сделаем публикацию и в 3 стиле и у елены родиной привет передай людям вот смотрите как выглядит ли он ли на ланг шнур шнур и как бы он немного заглажен он немного заглажен но в полотне он очень ровно ложится заломов не будет ну вот бывает что в ленточной пряжи когда вяжешь ленточка закладывается как-то не каким-то таким образом что заламывается здесь она не заламывается на подстраиваться под петлю вот и а это мягкий лен мягкий длинноволокнистый у него нет ворсинок остевых каких-то включений нет и он очень такой динамичный и пластичный если вязать какое-то там изделие там туника юбка платье да то он прям вот такой весь живой но отлично держит форму это вот тот лен который не деформируется он не не вытягивается не сминается а он прям вот падает он такой вот ниспадающий хорошая пряжа очень мне нравится и в общем-то у нас хорошая пряжа у нас все пряжи хороших ну хоть одну вот покажите мне нехорошего сейчас просто так на вскидку нет такой нет нет у каждой есть свои преимущества даже у билет файнш прекрасная история прекрасная кстати кто вяжет игрушки амигуруми у нас чудесная вельвет файн от кати это мелкий мелкий такой тонкий тонкий велюр для вязания крючком всяких мими мишек вот этих вот чудесно и кстати в жаккарде отделки классно получается подскажите пожалуйста расход полинезии на футболку 50 размера футболка 50 но возьмите 7 а футболка все-таки 8 возьмите лучше возьмите 8 вообще 7 возможно что хватит она очень экономичная все я больше не буду все зависит от плотности вязания потому что кто-то вяжет полинезию на пятерке да и носит ее с шелковым топом а кто-то вяжет ее достаточно плотно вот и поэтому здесь смотрите 78 на футболку с коротким рукавом так вопрос если у нас белое кружево я пойду наглядно демонстрировать если не упаду у нас много белого кружева разного здесь надо уже как бы акцентировать внимание на то что составе хлопок может быть это синтетика может быть это беломолочная широкая узкая вязаная плетеная с особым каким-то рисунком да вот стилизованная на есть может быть шитье с включениями вязаного вязаных вот таких участков это на батисте очень красивая есть вышивка на сетке много всякой разной у нас и итальянская испанская есть вот с разными дизайнами пошире поуже вот посмотрите вот есть как бы кружево ливерсов я уж извините за профессиональные как бы название тогда когда плетется сетка и на сетке уже вот как это ткется само сам кружевной рисунок вот это большие красивые большие красивые практически музыкальные инструменты так что кружева белого много у нас есть кстати сортировка кружева по цвету на сайте вот там можно по цвету его кстати по ширине и по цвету его можно сортировать так джемперу елена из какой пряжи джемпер ну это же этот дисплей это классик реглан у меня их несколько этих свитеров очень удобные как бы я их нашла уже давным-давно это любимая вещь когда надо вроде как и тепло и как бы комфортно и ну вот у нас просто сейчас холодно поэтому я потеплее одеваюсь на работу и приходится еще даже эти сверху что-то надеть так покажите пожалуйста цвета ланглина давайте все посмотрим давайте все цвета посмотрим и параллельно знаете что обсудим были ли у вас неудачи с пряжей вот что-то такое что с разочарованием убирали из ассортимента или всегда везло можно я скажу от себя да я не не очень давно ну то есть трескели я очень давно но так близко пару лет и я могу сказать совершенно точно что не нельзя использовать слово везло каждый продукт каждый моток и каждый вид пряжи который вы видите в ассортименте трескели выбирается со знанием дела и лена выбирает не только родина ярн но точно также выбирает из коллекции ланг лана гросса только самое лучшее и именно то что она хотела бы связать сама и собственно предложить вам поэтому сказать везло здесь точно нельзя но это вот мой мой такой маленький как это не комментарии даже какой-то другой хочет вброс до маленький бы но это действительно так ну знаете как везло можно было бы наверное сказать так лет там 15 назад до когда не так было много опыта а сейчас как бы ты берешь в руки моток ты даже уже узнаешь ту фабрику которая это производит вот ты знаешь где это делается да и как это делается на какой машине это делается поэтому я не всегда выбираю как бы в коллекции все новинки да по определенной причине да по как бы потому что есть как бы сомнение или есть альтернативный вариант да то есть вот как бы есть а причина любому выбору любому моему выбору есть причина вот и она а я как бы думаю что я могу утверждать это да она обоснована она обоснована так вы знаете а лина атланг огромная цветовая гамма и у нас хороший запас этой пряжи поэтому дать покажите цвета это это еще минут на пять потому что цветов много видите вот этот короб и здесь у нас по одному матку на цвет да как образцы поэтому здесь это знаете как на как классика ровно как и мохер да если мы поддерживаем всю цветовую гамму уланг мохер и имеем даже больше потому что мы заказываем в большом объеме и те цвета которые у них выведены уже год или два из ассортимента они у нас еще присутствует хотя не вот выводит иногда очень красивые оттенки так я вот верхний слой сняла верхний слой сняла покажу цвета поэтому я думаю что правильнее будет если вы пойдете на сайт и уже там знаете как бы упорядочно посмотрите на эти оттенки у нас очень хорошая цветопередача на сайте и вы с выбором цвета вряд ли ошибетесь если вы четко знаете какой цвет вы хотите вот а так в принципе посмотрите ну вот она палитра вот она палитра и вот все что здесь я не знаю видно вам стол потому что они сейчас смотрят видно видно цену я же держу много оттенков 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ну в общем туда в сторону 35 цветов вот и вероятно что здесь еще нескольких оттенков нету потому что вот ну иногда бывает быстро продаем с витрины просит моток мы отдаем не забываем доложить его а так в общем то я думаю что точно вы и сложный оттенок и простой плотный как они тоже говорит у меня мне так нравится это выражение плотный цвет на бывают разные варианты да вот как бы есть оттенки которые как бы не такие как это сказать смытые до невнятные да такие вот какие-то успокоенные да есть оттенки которые имеют как бы славить плотность да вот это даже не насыщенность скорее а выраженность цвета какие цвета льна есть девушки льна у нас очень много намного здесь сужаем диапазон поиска если стопроцентный лен либо с лен с хлопком до либо там лен с вискозой или более составной значит какое кручение до классика классика ровница шнурок ленточка вот здесь нужно понимать вы как бы себе сначала придумайте потому что ассортимент пальну большой если говорить что там у нас два или три вида льна ничего подобного у нас их дай бог 15 вот и в составах и просто сами по себе соло давайте отталкиваться либо от структуры либо от номера спиц который вы хотите выбрать до либо цвет да что первично для вас и вот эти параметры нам надо озвучить идеально это сделать вот как бы написав нам все свои пожелания в директ хочу ли он красного цвета классической крутки гладкий без ворсинок либо хочу ли он можно смеску варианты оттенков бежевый золотистый но я к примеру да чтобы нам можно было а ну как бы полноценно вам ответить вот так меланжевый лен еще один вопрос который мы уже однажды пропустили к сожалению вы просто не видела приношу свои извинения можно ли правда подобрать к пряже и таким джин 435 компаньон кин джин компаньон 435 главное его найти ну кин джин сам по себе компаньон дайте нам больше дайте больше информации что лето зима 300 300 какой 300 435 кин джин 435 ты это вот этот прекрасный розово-бирюзовый шикарный оттенок и идеальным сочетанием с ним конечно будет в общем то можно с чем угодно если речь пойдет об это то то а можно соединять с пряжей кино и на мой взгляд это самый вот как бы прогнозируемый вариант сочетания что вы хотите усилить голубой бирюзовый не знаем лето это должно быть или зима но я к примеру потому вот опять же таки я говорю держите я кручу делай череп лосом 365 больше информации для нас давайте нам больше информации а можно очень красиво он будет смотреться на каких-то нейтральных оттенков тогда за играют все цветные но веревочки до за играют цветные нотки я конечно хотела вас подхватить беленький но получился веревочный вот так вот не вижу просто сейчас его на витрине розовая пряжа у елена кардигане это поэзия поэзия родина ярна на есть у нас на сайте мы сейчас вернемся к столу я вам моточек покажу я приложу какой-нибудь может быть белый вот джима потому что да хотите показать узелки и розовые голубые берите нейтральный цвет хотите сделать акцент на голубом берите для фона розовый хотите сделать акцент на розовом берите на для фона голубой все будет очень красиво и вот как бы замечательно вопрос того что лето это или зима вот если это топ типа вот как наш лэй лэй стоп лэй стоп 3 скелли где я собираю да вот как бы меланж из двух оттенков это да и добавляю туда кин джин вот пожалуйста вам нежный нежный такой вот перламутровый как я не знаю игра игра перламутра на ракушке посмотрите как сенсейн красиво у вас виднеется кружева цвета вишневого парфе какую можно к нему это поэзия из которой пальто который надет на линии девушки вернемся хорошее это как помните фильм о чем еще говорят мужчины дефлопе с семенами катсуса запах нет вот вопрос хочу попробовать буретный шелк на говорят что он плохо пахнет а я реагирую на запахи это как вы знаете он действительно пахнет у него есть запах особенно в момент первых нескольких стирок и там в момент отпаривания вы любого то вот у любого буретного шелка есть запах всегда это говорит как бы вот ну а как бы его натуральности и в общем то его качестве поэтому здесь знаете как не попробовав не поймете раздражает ваш этот вас этот запах или не раздражает кто-то очень любит запах овцы и да и внюхивается вот в эти моточки шерстяные вот у роман часто такое встречается что вы прямо тут до вдыхаешь этот вот ну как бы запах его да и кто-то прям господи овечкой пахнет на господи пахнет овцой вот с это котом то же самое есть запах совершенно точно он не бьет он как бы вот ну здесь уже как бы да вот подготовили вы к себе себя к этому дата да вы воспринимаете это как не как некую данность да как вот но все имеет запах трава имеет запах да там я не знаю на даже шерсть как они а а в ч шерсть вот стопроцентная романовская она пахнет даже в матке да да даже она прошла стирку обработку крошение все равно этот запах остается не пахнет только синтетика и вот здесь как бы да если вы как бы у вас запахи запахи раздражают то вы его почувствуете совершенно точно вот вопросом что понравится он вам или нет здесь я вот как бы тоже не могу вам гарантировать у всех по-разному восприятие кто-то вот натуральные запахи воспринимает очень хорошо и адекватно а кому-то это не нравится потому что допустим мне не нравится запаховцы если я нашу на себе изделие она пахнет овцой нет меня это расстраивает мне неприятно а вот запах шелка меня вполне себе удовлетворяет хотя я а как бы понимаю что вы люди которые находятся рядом со мной возможно это будут чувствовать но знаете как я стираю несколько раз до стараюсь как бы избавиться вот от этого запаха то есть вот как бы если мы я понимаю что я не хочу чтобы вот это изделие вот как бы источало некий аромат да а то вот как бы стираю могу даже иногда добавить какой-нибудь в момент полоскания я очень люблю лаванду и буквально одну как каплю там эссенции лаванды для меня прям вот прям спасение но этого в момент полоскания как бы я не очень люблю какие-то там особые кондиционер вот кондиционер я обычно использую без запаха а вот натуральные какие-то вот эфирные масла которых прям вот капельку чуточку именно чтобы сбить запах то вполне сбить овцу сбить овцу да а еще я очень люблю положить вот как бы когда особенно вот сейчас убираются теплые вещи на хранение вот я люблю положить какой-нибудь кусок натурального мыла до с натуральным ароматом люблю положить туда саше из лаванды вот прям мне не это нравится я вот люблю открывать коробку оттуда когда вот какой-то натуральный запах травы прям мне это нравится пальто на елене это смартис смартис это нет не знаю что такое смартис что это модель название пряжи пряжа поэзия а пальто только сошедшие с рук мастера вот только-только с рук мастера и вот его передал только вот сегодня курьер и я его пытаюсь как бы осознать понять как бы да потому что здесь оставлено место специально для какого-то дизайна вот я я очень довольна в нем тепло на меня сегодня прям вот согревает и хорошо сидит комфортно в нем прям вот находиться я еще не знаю как бы не разглядывала его вот на себе в зеркале насколько как бы хорошо легли оттенки да вот насколько идея идея оправдана это поэзия ну расход нам пока неизвестен мы как бы дадим эту информацию по пальто обязательно потому что ее как бы надо систематизировать потому что ее только-только вот отвязали мы еще даже не видела никаких там записей пока по поводу него вот была идея идею воплотили отлично теперь как бы осталось дело за за малым понять что как сколько вот пока только могу сказать что это поэзия вот а модель разработана дизайн студии трискели ровно деним лейс есть на что ее лучше пустить ну вообще деним лейс он как раз разработал почему называется лейс потому что он тонкий или для вязания ажуров опуститесь но не знаю в одну нить можно на машине что-то связать вот в несколько сложений вяжите все что угодно она мягкая послушная очень комфортная вот если там две в три нити не знаю футболки джемпера майки топы там двухслойные какие-то вещи можно спокойно себе позволить она очень легкой и большой метраж а еще она хороша именно как компаньон как прикрут да если вам нужно там что-то умягчить что-то допустим наоборот может быть стабилизировать до что-то там добавить немножко толщины чтобы вязалось комфортно вот пожалуйста рован лейс то что надо для всего этого а еще из него классные получаются салфетки я видела крючком вязаные из нее салфетки такие а-ля манишки воротники здорово вот если да ну и естественно нежные ажурные какие-то может быть филейные вещи если вы вяжете крючком из этой пряжи будут очень такие этнично-экологичные как идет процесс тестирования рубашки идет девчонки хорошо стартанули а нас правда большая группа такая вот пока еще кто-то пристраивается кто-то выстраивается кто-то еще пока не понимает я кстати много раз говорила по поводу того что если вы к нам присоединяйтесь нашей группе тестирования вы должны четко понимать что это не совместное вязание я все время говорю как бы об этом пытаюсь на этом как бы акцентировать совместное вязание это когда мы вяжем какую-то модель все вместе вносим делаем так делаем сяк меняем добавляем вяжем из разной пряжи это вот как бы совсем другая история тестирование это как раз проверка нашего описания то есть наша модель связана у нее уже есть описание то описание которое создавалось в процессе вязания до корректировалась уже там создавалась выкройка технический рисунок и так далее мы собираем максимум информации до о модели до выстраиваем ее как бы встроенный ряд и дальше люди уже подключаются те кто готов нам помочь да и связать это изделие под нашим руководством одновременно то есть это такое обоюдное сотрудничество мы от вас требуем помощи для того чтобы вы отвязали ту модель которую мы разработали не вязали для себя изделие да если она это изделие вам подходит вам подходит размер вы понимаете что она сядет на вас хорошо потому что мы как бы даем вводные вот то тогда вы как бы милости просим до пробуем и вяжем опять же таки мы тоже задаем несколько вопросов по отношению подходите вы нам или нет вот ну в общем двигаемся двигаемся девчонки уже некоторые к рукаву подступают вот у нас впереди самая как бы вот такое интересное самое емкое и сложное как раз воротники манжеты и отделка вот поэтому вот у нас как раз я не знаю наверно процентов 30 может быть пройдено уже вот хотя мы отмахали уже практически многие отмахали уже такие большие полотна спинку и полочки возвращаемся к вопросу из чего же на вас пальто насколько оно асимметричное я думаю что сейчас вы еще успеете его показать пряжа поэзия родина ярн цена мотка сейчас да и всегда просто подарочная 375 рублей большая очень палитра вы можете поэзию выбрать на свой вкус любую и у нас достаточное количество есть еще других моделей помимо этого пальто которое еще не описано который можно приобрести и связать в том числе платье у нас с поэзией есть прекрасный костюм брючный жакет иди давай быстренько идите давай двойным слоем все знают что у нас холодно давай давай ой хорошо вот какие хорошие а ты почему а елена тоже в свитере а я в кашемире она в кашемире конечно она только в кашемире правильно как завалюсь хоп на Юле тоже поэзия это жакет секрет которому да хорошо правда у нее прям вообще у нас есть еще брюки к этому жакету вторым слоем еще махеровая кофточка а на Елене пальтишко это все поэзия поэзия есть на сайте я еще раз вам показываю смотрите вот она поэзия от родина Ярн 375 рублей цена мотка тут состав просто ангелы нарисовали альпака, шелк и меринос повторяю цена 375 рублей за моток фиюшки по фиюшке да можем финуть просто кругом финуть можем отфиячить мы добрые так господи ничего не вижу так это не он это не он это все не оно так они все между собой дружат тут какой с кем не скрести они все хороши смотря что вы это красивый розовый цвет и на самом деле правда что если брать пряжу именно ревайв комбинацию к этому розовому то не так много оттенков с ним будут ну возможно вот с бежевым возможно я люблю просто сочетание розового и салатового летнего вот этот я хотела последний показать потому что он лучше вот этот нет да и вот этот этот сюда это вообще тельняха чпок вот этот чпок да вот этот чпок это хорошо вот но мне вот это больше всех нравится вот это сочетание это знаете какой если этикетку не подменили это 481 такой немножко графитовый с вкраплениями каких-то бирюзовых малиновых там твидинок вот этих ну вот смотрите зеленый такая вот прям лето-весна вот это вот прям хорошая такой сдержанная классика на все времена вот с джинсой Аня нравится мне как-то не очень честно вот здесь мне как-то вот ну не знаю почему не знаю почему вот с коричневым понятно все вот так даже вот вот так можно по-простому ну Аня любит знаете как бы такие сейчас дичь дичь да вот как это было в кино Федя дичь вот а еще она классно подойдет с нашим сетерфотом да хотите приложиться хотим пойдемте приложимся так 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 на пальто внизу у Лены резинка да резинка резинка смотрите все цвета няшно пижамненько и очень нежно да лучше всех вот этот вот оттенок он такой персиковатый 14-й цвет вот мягко и нежно хотя вот и голубенький чудненько голубенький чудненько и серенький и бежевенький и вот всякие разные молочненький вот кстати любой сетокот сюда будет замечательно выбирай себе любой и вот этот тоже очень хорошо кстати о да да этот мне тоже нравится это нравится 13-й почему-то ярче передает цвет он на самом деле гораздо более бледный посерей посерей поспокойнее понежнее они по толщине хорошо вот по структуре может быть ревайф чуть-чуть как бы по структурированию а этот чуть-чуть помягче но толщина у них хорошая кстати прям мне нравится эта идея вот да ну либо ревайф можно там еще какие-то посмотреть ревайф еще как хорошо слина лена надкать вот и там есть красивый вот такой полынно-зеленый оттенок да-да он очень красивый зеленый он прям лето-лето такие полябок начинающий выгорать начинающий вот посмотрите как здорово вот он 12-й цвет зеленый ну что мы прекрасно провели с вами практически полдня повяжите сегодня обязательно нам с вами было очень хорошо вот и мы я согрелась я не знаю как ты аня я согрелась мне было здорово я согревался всеми вашими комментариями чудесными 3 с вами были 3 скелли повяжите обязательно